Иван Матвеич Ну погоди же Придешь ты И чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение Ученый подходит к двери, ведущий в Женину комнату И стучится Послушай, Катя Говорит он негодующим голосом Если увидишь Петра Даниловича То передай ему, что порядочные люди так не делают Это мерзость Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа Ну разве это переписчик? Для меня эти два-три часа дороже, чем для другого два-три года Придет он, я его изругаю, как собаку Денег ему не заплачу и вышвырну вон С такими людьми нельзя церемониться Ты каждый день это говоришь А между тем он все ходит и ходит А сегодня я решил Достаточно уж я из-за него потерял Ты извини, но я с ним ругаться буду Извозчицки ругаться Ну вот, наконец, слышится звонок Ученый делает серьезное лицо Выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеевич Молодой человек лет восемнадцати С овальным, как яйцо, без усом лицом В поношенном облезлом пальто и без калош Он запыхался и старательно вытирает свои большие неуклюжие сапоги А подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей А, здравствуйте, говорит он, протягивая большую мокрую руку Что? Прошло у вас горло? Иван Матвеевич, говорит ученый, дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук Иван Матвеевич Затем он подскакивает к переписчику, хватает его за плечо и начинает слабо трясти Что вы со мной делаете? Говорит он с отчаянием Ушастый, гадкий вы человек, что вы делаете со мной? Вы надо мной смеетесь? Издеваетесь? Да? Иван Матвеевич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема А потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот Что? Что такое? Спрашивает он И вы еще спрашиваете, всплескивает руками ученый Знаете, как дорого для меня время и так опаздываете Вы опоздали на два часа, бога вы не боитесь Я ведь сейчас не из дому, бормочет Иван Матвеевич, нерешительно развязывая шарф Я у тетки на именинах был, а тетка верст за шесть, отсюда живет Если бы я прямо из дому шел, ну тогда другое дело Ну, сообразите, Иван Матвеевич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по тетушкам шляетесь Ах, да развязывайте поскорее ваш ужасный шарф Это, наконец, невыносимо Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф Какая вы баба? Ну идите, скорее, пожалуйста Сморкаясь в грязный, скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок Иван Матвеевич идет через залу и гостиную в кабинет Тут для него давно уже готовы и места, и бумага, и даже папиросы Садитесь, садитесь, подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки Несносный вы человек, знайте, что работа срочная и так опаздывайте По неволе бронить станешь Ну, пишите О чем мы остановились? Иван Матвеевич приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать Суть в том, запитаем, что некоторые, так сказать, основные формы Написали? Формы единственно обуславливаются самой сущностью тех начал Запитаем Которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них С новой строчки Там, конечно, точка Наиболее самостоятельности представляют Представляют Те формы, которые имеют не столько политической Запитаем Сколько социальный характер Теперь у гимназистов другая форма Серая Говорит Иван Матвеевич Когда я учился, при мне лучше было Мундира носили Ах, да пишите, пожалуйста, сердится ученый Характер Написали? Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству Государственных функций А не регулированию народного быта Запитаем Нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм Последние три слова в кавычках Эм, того Так что вы хотели сказать про гимназию? Что при мне другую форму носили Ага Так А вы давно ставили гимназию? Да я же вам говорил вчера Я уже года три как не учусь Я из четвертого класса вышел А зачем вы гимназию бросили? Спрашивают ученые, заглядывая в писание Ивана Матвеевича Так, по домашним обстоятельствам Опять вам говорит Иван Матвеевич Когда наконец вы бросите вашу привычку растягивать строки В строке не должно быть меньше сорока бугов Что ж, вы думаете, я это нарочно? Обижается Иван Матвеевич Зато в других строках больше сорока бугов Вы сочните А нежели вам кажется, что я натягиваю То вы можете мне плату убавить Ах, да не в том дело Какое вы неделикатное право Чуть что, сейчас вы о деньгах Главное аккуратность, Иван Матвеевич Аккуратность главная Вы должны приучать себя к аккуратности Горничная вносит в кабинет Наподносит два стакана чаю И корзинку с сухарями Иван Матвеевич неловко обеими руками Берет свой стакан и тотчас же начинает пить Чай слишком горяч Чтобы не ожечь губ Иван Матвеевич старается делать маленькие глотки Он съедает один сухарь Потом другой, третий И конфузливо покосившись на ученого Робко тянется за четвертым Его громкие глотки, обетитное чавканье И выражение голодной жадности в приподнятых бровях Раздражают ученого Кончайте скорее Время дорого Вы диктуйте Я могу в одно время и пить, и писать Я, признаться, прохолодался Еще бы Пешком ходите Да А какая нехорошая погода В наших краях В это время уж весной пахнет Везде лужи, снег тает Вы ведь, кажется, южанин Из Донской области В марте у нас совсем уж весна Тут мороз, все в шубах ходят А там травка Везде сухо И тарантулов даже ловить можно А зачем ловить тарантулов Так От нечего делать Говорит Иван Матвеевич И вздыхает Их ловить забавно Нацепишь на нитку кусочек смолы Опустишь смолку в норку И начнешь смолкой бить тарантула по спине А он, проклятый, рассердится Схватит лапками за смолу И увязнет А что мы с ними делали? Накидаем их, бывало, полный тазик И пустим к ним бихорку Какого бихорку? Это такой паук есть Вроде тоже как бы тарантула В траке он один может сто тарантулов убить Да, да Однако будем писать На чем мы остановились? Ученый диктует еще строк 20 Потом садится и погружается в размышления Иван Матвеич в ожидании Пока тот надумает Сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочкой Галстук сидит Неплотно запонки выскочили И воротник то и дело расходится Мда Говорит ученый Так Что, не нашли еще себе место, Иван Матвеич? Нет Да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал вольноопределяющейся идти А отец советует в аптеку поступить Мда А лучше, если бы в университет поступили Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать Занимаетесь, читайте побольше Вы много читаете? Признаться, мало Говорит Иван Матвеич Закурева Тургене вы читали? Нет А о Гоголе? Гоголе? Мм Гоголе Нет, не читал Иван Матвеич И вам не совестно? Ай-яй-яй Такой хороший вы, малый Так много у вас оригинального И вдруг даже Гоголя не читали Извольте прочесть Я вам дам Обязательно прочтите Иначе мы рассоримся Опять наступает молчание Ученый полулежит на мягкой кушетке И думает А Иван Матвеич, оставив в покое воротнички Все свое внимание обращает на сапоги Он и не заметил, как под ногами От растаявшего снега образовались две большие лужи Ему совестно Что-то не клеится сегодня Бормочет ученый Иван Матвеич Вы, кажется, и птицы любите ловить Это осенью Здесь я не ловлю А там, дома Всегда ловил Так-с, хорошо-с А писать все-таки нужно Ученый решительно встает И начинает диктовать Но через десять строк Опять садится на кушетку Нет уж Вероятно, отложим до завтрашнего утра Говорит он Приходите завтра утром Только пораньше Часам к девяти А не вас Бог опоздать Иван Матвеич кладет перо Встает из-за стола И садится на другой стул Проходит минут пять Молчанием И он начинает чувствовать Что ему пора уходить Что он лишний Но в кабинете ученого Так уютно Светло и тепло И еще настолько свежо Впечатление от сдобных Сухарей и сладкого чая Что у него сжимается Сердце от одной только Мысли о доме Дома бедность, голод, холод Ворчун отец, попреки А тут так безмятежно Тихо и даже Интересуется его Тарантулами и птицами Ученый смотрит на часы И берется за книгу Так вы дадите мне гоголя? Спрашивает Иван Матвеевич Поднимаясь Дам, дам Только куда же вы спешите, голубчик? Посидите, расскажите что-нибудь Иван Матвеевич садится И широко улыбается Почти каждый вечер Сидит он в этом кабинете И всякий раз чувствует в голосе И во взгляде ученого Что-то необыкновенно мягкое Притягательное, словно родное Бывают даже минуты Когда ему кажется Что ученый привязался к нему Привык и если бронит его за опоздание То только потому Что скучает по его болтовне О тарантулах И о том, как на Дону Ловят щеглят Антон Павлович Чехов Иван Матвеевич Читал Джагангир Абдулаев 17 мая 2022 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok